здравствуйте мои дорогие друзья садоводы огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица в этом видео мы с вами разработаем участок земли целины без перекопки и первое что нам потребуется сделать это выбрать участок наметить его и вот это то что здесь наросло вот такую всю сушнину и вот этот весь травостой просто-напросто скосить можно косилка если более-менее ровная поверхность можно скашивать просто косой до или каким-то приспособлением серпом если у вас нет этого ничего в общем эту траву нужно скосить и уложить прямо на землю в этом же месте где она и росла а еще лучше нагребсти туда побольше слой этой травы и закрыть это все баннером или рубероидом чем больше срок будет закрыта это тем лучше для этих целей я использую старый баннер который покупаю на авито стоит он раньше стоил недорого сейчас стоит дороже но он всегда пригодится он с ним ничего не делается он в общем-то в саду в огороде очень нужен применять или не применять микроорганизмы в бутылках вы решите для себя сами я не применяю потому что в земле микроорганизмов намного больше чем в этих бутылках их просто миллиарды на квадратный сантиметр и сотни тысяч видов а в бутылке три вида и в общем ничтожное количество за огромные деньги я не применяю чем дольше лежит баннер на скошенной траве тем лучше будет эффект тем будет мягче земля и меньше корней так как корни просто-напросто спреют под этим баннером у меня пролежал почти год летом мы скосили траву и накрыли баннером а следующей весной приступили к посадке сегодня у меня есть такая возможность на практике вам это показать потому что я следующем году переносить буду картофельник мне не нравится расположение моего картофельника сад взрослеет встают высокие деревья и очень много на картофельник тени падает пока еще в общем-то терпит но очень скоро это превратится просто в теневую сторону что нужно сделать нужно выкосить траву траву выкошенную оставить на поверхности и все вот это дело закрывается старым баннером фанерами какими-то я не знаю робероидом у кого что найдется у кого что и сорняки под подскошенной травой и под укрытием ну уж никак не смогут больше расти и подниматься поэтому земля начнет превращаться в плодородную в темно давайте с вами заглянем что же у нас там происходит на октябрь не я откинула уголочек баннера и передо мной вот такая потемневшая мульча совершенно потемневшие видите если мы с вами от отгребем вот так вот стороночку то дальше уже будет слой седой это вступает в работу такая синая палочка начинает все перерабатывать а если мы с вами будем копаться глубже то там уже будет вот такое нечто рыхлое уже такое гумусное но пока еще не рассыпчатая не завершён процесс поэтому я все закрываю и оставляю конечно же до весны как и планировала апрель месяц сняла баннер и посмотрела в нескольких местах что происходит вот снимаю значит слой вот этой мульчи и внутри уже вполне себе рабочая земля которую можно подсапать тяпочкой и уже вполне себе сажать туда все что ну и конечно же в отличие от вот этих мест где земля уже все готова очистилась и до от корневой системы вся она перепрела если я отойду просто вот в поле буквально там на метр и немножко разгребу ну какое тут воткнуться мне тут даже близко ничего не сделать очень все жестко плотно как асфальт а это земля готова совершенно готова к работе снимаем мульчу и подрыхляем и так я приступаю к посадке нового пятачка земли целины для начала я сниму баннер и сажать я буду кабачки и тыквы и несколько рядочков картошки для начала снимаю баннер кабачки тыквы буду готовить посадочное место так вынимать землю объем ведро заполнять это место питательным грунтом и туда буду сажать растения уже рассадой если у вас нет питательного грунта то просто нужно подготовить посадочное место добавив в землю компост и залу а а а Кабачки и тыквы посажены. Теперь во время покосов я буду мульчировать все вокруг них еще раз травой, чтобы стал уже хороший опрятный вид. Будет кислорода много и бактерии будут работать намного активнее. Не будет так прессоваться трава, как прессовалась под баннером. Но нам нужно было очень много убрать корней. Хоть и остались какие-то корни, каких-то сорняков, но вообще паниковать не надо. Не может быть такого, чтобы ничего в природе не росло. И паниковать из-за травины совершенно не стоит. Эх, прямо какой страх, понимаете, вырос. Ничего страшного. Оторвали раз, оторвали два. Они очень умные и начинают уползать в сторону. Это тоже, они тоже хотят жить. Теперь я просыпаю эти рядочки золой, которые освободила от картофеля. Вот таким вот образом они просыпаны. Теперь я буду их рыхлить тяпкой поверхностно. Картофель посадила импала. Ну как посадила, разложила, чтобы было видно, что здесь, как он разложен. Я немножечко раздвигаю и чуть-чуть прячу. Прямо слегка. Конечно, земля здесь такая, знаете, с прелыми корнями. Ну и ничего страшного. Нам нужно только чуть-чуть ее прикрыть, чтобы мыши ее не нашли впервые нас. Так. Все, спрятала. Там, где я ее сажаю, там просто вот так вот побольше разбиваю немножко. Так, спрятала. Итак, я ее всю спрятала. Сейчас спрятю, точнее. Когда она у меня начнет сходить и придет время подсыпать, вот эта трава старая будет именно вот этим материалом для окучивания. Первым материалом. Сначала пойдет она, а потом я буду окучивать просто скошенной травой. На конец июня вот такая картина может показаться. Ну, это все приплыли, все заросло. На самом деле, конечно же, нет. Кустики растут не очень охотно, потому что такое бывает первый год на земле. Да, такое иногда бывает. Все, что отросло из сорняков, это все не агрессивно и просто удаляется легко. Вот все вот это выдернуть, выщипнуть буквально несколько минут. Понимаете? Можно даже просто их подрубить тяпочкой. Они не будут настырничать. Их один раз подрубили, второй раз подрубили, и они начинают уползать кто куда. Они перестают в этом месте выходить, где их постоянно скашивают. Так, это у нас тыквы. Тыквы. Ну, а здесь у нас густо взошел картофель. Первый ряд, второй ряд и третий ряд. И как я говорила, вот этим сеном, которое я раздвигала, я и буду их окучивать. То есть я просто его сдвину назад. И таким образом картофель будет мой окучен. А сорняки я просто выдерну. Их не так много. Да, они пышным цветом здесь цветут, но они не в таком большом количестве, чтобы я тут просидела полдня. Это все минутное дело. КОНЕЦ КОНЕЦ Так, по мере поступления мульчи мы будем ее добавлять сюда небольшим словом. Сорняки все валяются, видите, на поверхности. Это не злостный сорняк. Это, знаете, такой податливый. И я ему даже благодарна, что он нарос, потому что я его, срывая, подкладывала между кустами. А потом уже, вот сейчас покажу, вот здесь видно, видите. Вот я его вниз подкладывала, этот сорняк, как органическое, да, еще удобрение. А сверху уже окучивала вот этим сеном, которое и разгребала. Поначалу вот так выглядит картофель. По-моему, он счастлив, ему очень хорошо. Как только я замульчирую дополнительно, значит, всю эту площадку, я засею ее сидератами между ряде картофельника и, в общем-то, свободное место от, значит, вот от кабачков и тыков. Это я сделаю для того, чтобы сидераты проросли, корни углубились и сделали мне здесь хорошую структуру, пористую почвы. У нас проехала машина, которая обкашивает дороги. И у меня есть вот такое вот сено здесь дополнительное прямо возле дома. Чистенькое, хорошенькое сено. Сейчас я его тоже сгребу и отнесу в виде мульчи, значит, дополнительно. Ну вот, сено прикрыло все сорняки. И теперь это очень аккуратный вид грядочки природного земледелия. По картофелю видно, по листве, по ботве, что все картофелю нравится, все устраивает. А что ему, может, не нравится, правда? Это хорошая земля. Окучен он, можно сказать, прелой травой. В таких условиях картофель хорошо растет. Сена оказалось очень много, и я замульчировала междурятия. Теперь я посыплю прямо поверх мульчи сидораты, белую горчицу с фацелией. У меня есть такая смесь, и я ее сейчас посею. Июль. Вот видите, каких украшений пришлось поставить, потому что сороки – борзота страшная. Налетели на плоды и склевали, просто расклевывали. Маленькие вот такие шарики, видите, это кабачок-апельсинка. А там кабачок длинный, зеленый. И они просто из интереса долбили их. Поэтому пришлось, конечно, немножко их спасать. Поставить им такие вертушки, пугачи, для того, чтобы сороки не подходили. Они этого боятся. Все развивается хорошо, замечательно. Вот эти ветки тоже, чтобы сорока не присаживалась. Это тоже помогает. Все развивается хорошо, все здоровые листья, все начинает плодоносить. Это тыквы ползут. Картофель. Картофель. Он подсыпан скошенной травой и выглядит вот так, живенько, здоровенько и хорошохонько. Вот посмотрите, видите, всходит горчица. Она всходит и здесь, и в междурядьях картофеля. Скоро картофель будет немножечко прикладывать свою ботву. Значит, и горчица встанет сквозь эту ботву. Вот видите, она здесь всходит, эта горчица. Запах горчицы очень сильно отпугивает колорадского жука и жука-щелкуна, который откладывает личинки, да, и получается проволочник. Проволочник – это жук-щелкун, личинка его. Так вот, горчица делает так, чтобы эти жуки не хотели и не могли найти картофель. Это очень сильно помогает, очень сильно. Горчица у меня посеяна везде. Вот здесь видно ее, да? Здесь еще пока вот не вижу, чтобы зашла. Но нет, хотя я вижу. Вот всходы. Да, она везде прорастает и своими корнями улучшает структуру нашей всей почвы. Это нам очень важно и очень нужно сделать. Сделать так, чтобы земля стала пористая, как сыр. А это делают корни и микроорганизмы. Ни за что в жизни я не буду вырывать эту горчицу с корнями, да, а просто оставлю ее здесь же под зиму, чтобы корни сгнили, чтобы микроорганизмы жили в этих корнях. В общем, все идет хорошо и наша земля уже, можно сказать, вот этот клочок без единого, значит, втыка лопаты превращается в обработанную и ухоженную землю. Август месяц. Нарастают сорнячки, которые я сейчас, вот взяла перчатки удалить, и я взяла еще секатор для того, чтобы прищипнуть тыквы. Понимаете, чтобы не было у меня такого, чтобы тыква у меня гуляла по всей деревне здесь. Вот, мне нужно ее сократить. Почему я ее сокращать буду? Да потому что тыква мне нарожает вот таких вот малышей целую кучу кученную, но не разовьет ни одного хорошего плода. А если плеть прищипнуть в этом месте, то она начнет этот плод наливать, а весь рост остановится. Она все силы потратит на рост вот именно вот этого плодика. Давайте посмотрим с вами. Вот такие замечательные мячики. Это, значит, кабачок такого сорта. Давайте здесь посмотрим. Кабачки замечательные, хорошие растут. Все получается. Вон еще сколько у нас там молодых нарастает. А вот эти сорняки я сейчас просто выдерну. Это совершенно немного займет времени, но позбавит их пыл вообще, в принципе, расти здесь. Картофель уже начинает укладываться, а это означает, что срок его начинает подходить. Картофель начинает поспевать. Побрезала немножко листики у кабачка, для того, чтобы воздух был и свет был у кабачка. Так они будут развиваться лучше. Сняла, значит, снимаю плодики, и для того, чтобы новые мячики у кабачка в виде мячика нарастали. А зачем мячик, да? Потому получается такое интересное блюдо, даже можно сказать ресторанное. Вы срезаете вот такую крышечку, вынимаете внутренность, оставляете только толстую стенку кабачка, наполняете фаршем и запекаете. Это все съедобно, очень вкусно, замечательно. Итак, мои дорогие, прищипнула, видите, и оставила только вот такие вот плодики, для того, чтобы уже плодики наливались у тыквы. Сентябрь месяц, прошел первый заморозок. У нас видно, да, что листики почернели. Это означает, что можно уже собрать тыквы. КОНЕЦ Земля становится здесь, конечно же, уже более-менее мягкой. Ее еще нужно подрыхлять обязательно. То есть она не такая пушистая, да, как, скажем... Давайте заглянем. Вот такой картофель у нас тут вырос. Под сеном. Я уж весь не буду тут вытаскивать, ладно? Чтобы показать вам, как это все происходит под сеном. Ну, а, значит, само сено становится... Вот нижние ряды, оно становится таким трухлявым. Оно уже, можно сказать, замешивается с землей и превращается прямо в гумус, да? Вот эта седина, которую мы видим, это не плесень. Это синая палочка работает. Синая палочка прекрасно борется с патогенными проявлениями. И она наша помощница. Ну, вот так вот, собственно, и делается земля постепенно, потихонечку. В следующем году уже можно будет эту землю подрыхлить. Собраны тыквы-кабачки. Конец сентября. И у меня еще не выкопана картошка. Давайте посмотрим на целине, на некопанном, можно сказать, да, закиданное сеном. Неплохо, правда? Земелька чувствуется, что отдохнула, замечательная. Так что, мои дорогие, растите на здоровье, выращивайте красоту, ничего не бойтесь. Ну, конечно, придется потрудиться немножко, но в любом случае, правда, не бывает же такого, чтобы человек, ну, ничего не делал. Что-нибудь сделать да надо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Урожай закончили. Земля всегда остается в природном земледелии под мульчой. Вот именно так. Я просто тут немножко проходила лопаткой и порубила вот эту ботву, чтобы она поскорее легла и начала перерабатываться. Там, где был картофель, там прекрасно просто целое большое количество мульчи, там ничего накладывать больше не нужно. Не забудьте, пожалуйста, матери-земле сказать спасибо за урожай. Она живая и слышит нас. Это прекрасный живой организм, совершенство. А вообще, я что хочу сказать. Если у вас есть возможность, первый раз загнать трактор на целину и перепахать, то это очень даже хорошо и ни чуточки неплохо, потому что восстанавливается плодородие очень быстро. Вы сэкономите время, силы. И, конечно же, побыстрее у вас и выровняется площадь, да? И многолетние сорняки тоже удалятся очень быстро. Не бойтесь этой первой перекопки. Это неплохо. Земля быстро восстановится. В ноябре месяц и зимовать будет теперь моя новая грядка, да? Картофельник мой новый. Он будет уже без укрытия зимовать. Все, уже все естественно. Просто просто слой мульчи. Посмотрите, пожалуйста, какой тут вырос гриб. Это в прямом смысле слова гриб. Я не знаю, как называется, сентябрюхи или они октябрюхи. Внешне похож на вешенки. Так вы посмотрите, пожалуйста, какого он размера. Это же просто уму непостижимо. Вот моя рука, да? И вот он такой вот огромный, гигантский. Видимо, здесь очень хорошо. Есть чего покушать. Может на секундочку показаться, что здесь полный беспорядок, да? И что здесь все каким-то образом заросло. И невозможно будет на следующий день ничего, на следующий год ничего сажать. На самом деле, если мы с вами просто-напросто разгребем стороны мульчу, мы увидим, что там вполне себе рабочая уже земля. И она уже вся рассыпчатая. Я сейчас трогать ее не буду, потому что ноябрь и земля уже не рабочая. Я лучше все это на место верну, для того, чтобы не тревожить микроорганизмы. Это зеленое, что прорастает среди мульчи. Это сидораты, которые мы посадили. Белая горчица. А вот это линокром. У меня простелены в огороде все гряды линокромом, для того, чтобы у меня было меньше работы. Трава не наплывает и, в общем, не осеменяет. Под мульчой уже готовая земля. к работе на следующий год. Весной я просто сниму слой мульчи и буду подрыхлять землю для посадки. А если это видео вам понравилось и было для вас полезно, то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И смотрите мои следующие видео про сад, про огород, про зимнюю теплицу, про рассаду, про природное земледелие, да и про жизнь за городом вообще. Берегите себя, всем любви и счастья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok